Мы думали, куда пойти, там, МГУ, МГИМО, ВШЭ, но мы пойдем в финансовый университет. Да. Обязательно. Мы еще придем и думаем, что будем к вам поступать. Да. Спасибо. Нам вообще очень понравилась эта лекция. Также мы встретили первокурсников, все такие доброжелательные, да. Очень-очень дружелюбные, все рассказали, все показали. Друзья, всем добрый день. Сегодня 8 сентября, День финансиста. И в стенах финансового университета мы встречаем 2500 школьников из предпринимательского класса московских школ. Сегодня выступают топовые спикеры в сфере банковского дела, экономики, финансов. Это Девников НТВ. Всем привет. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 8 сентября 2023 года. И мы отмечаем День финансиста. В этом году мы отмечаем его несколько необычно. Мы пригласили в стены финансового университета 2500 школьников, обучающихся в предпринимательских классах московских школ. Для них мы подготовили довольно интересную программу. Это выступление приглашенных спикеров. В частности, сегодня у нас выступает председатель правления банка «Открытие» Алексеев Михаил Юрьевич. Представители различных компаний, которые работают в области банковского сектора. Это Сбербанк. Представители компаний рынка-аудиторских услуг, например, компания КЭП. Огромное количество спикеров. Мы выступаем сегодня в Нобелевском зале, в Большом зале, в Малом зале, в Каворкинге. На мой взгляд, предпринимательство – это такая интересная вещь, азартная, увлекательная, с большими возможностями, что нужно об этом рассказывать. И тогда у них самих должно сформироваться желание идти, пробовать, воплощать свои идеи, зарабатывать на этом деньги и просто заниматься делом, которое их увлекает. Самое главное, то, что дает сейчас город и департамент образования – это те мероприятия, в которых ребята могут принимать участие. В рамках школы достаточно сложно реализовать предпринимательские проекты, но если приобщаться к, например, такому проекту, как МОСМШУ или мероприятиям, которые организуют высшие учебные учреждения, тогда действительно ребята смогут прочувствовать эту предпринимательскую жилку и, самое главное, смогут воодушевиться и зажечь тот огонек, который в дальнейшем поможет им развивать их предпринимательские способности и их бизнес-проекты. МОСМШУ Ну я от лица ответственных потребителей финансового университета заявляю, что это да, это работает. Я в 19 лет запустил свой бизнес, сейчас мы продаем на Marketplace и ведем переговоры с другими компаниями, ну вообще все круто у нас. Мы создали свою игру с нейросетью, это первая в России такая подобная игра. Сейчас мы реализуем через Marketplace, собрали на краудфандинге деньги, 30 тысяч, ну и дальше развиваемся, идем на грант. Я думаю, у нас все получится. Поэтому приходите на направление бизнеса, здесь учат хорошо. Мы научили не бояться каких-то новшеств, идти вперед и стремиться всегда к своей цели. Что хотели узнать вы от нас? Что полезно именно по профессии, кем стать, куда больше выйти? Ну я думаю, стоит идти в экономический какой-то сектор. Думаю, на финансиста пойти. Где работать? Что хорошего сделать для человечества? Ну, хочу открыть какой-то свой бизнес. Хочу, чтобы люди восхищались моей продукцией какой-то. Проекты, я уже второй год участвую в проекции, поэтому здесь у меня часть детей, потому что часть, соответственно, на мастер-классе, там актеры стали. Вот, поэтому, ну, ребятам нравится, посещаем различные мероприятия, вот, готовим будущих финансистов. Понимаете, что-то знали о вас? Что-то было интересное. Ну, им понравилось, во всяком случае. То есть, им понравилось, вот, это первоочки, а те уже такие были опытные. Они все завораживали. Да. Ну, и получили на русский финанс. Я думаю, что да, однозначно. Я думаю, что очень многие ребята, молодые ребята, школьники, доказали как раз этим, что деньги приходят только после того, когда ты понимаешь, что тебе нравится то, что ты делаешь. И я думаю, что профессия финансиста – это одна из таких целей. Можно научиться быть хорошим финансистом, и деньги придут сами. Мы продолжаем день финансиста, и буквально через несколько секунд Нобелевский зал заполнится студентами финансового университета. И также прекрасными артистами из ГИТИСа, ВГИКа и Гнесинки. Да-да, сегодня студентов финансового вуза пришли поздравить студенты творческих вузов. Ну, потому что финансы – это про нас, про всех. С Днем финансиста! Я хочу поблагодарить руководство ведущих творческих вузов, а именно ректора ГИТИСа Григоя Анатольевича Заславского, ректора ГИКа Владимира Сергеевича Малышева, ректора Гнесинки Александра Сергеевича Рыжинского, и вот лично проректора ГИТИСа, уважаемые люди и Анатольевны, за то, что дали нам такую уникальную возможность увидеть ваших студентов на нашей замечательной сцене, посмотреть на тех ребят, которые спустя, я надеюсь, совсем немного времени, мы увидим на телеэкране, в кино, на эстраде, посмотреть на будущих звезд. ГИТИСА 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 ГАДИСА ГИТИСА 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 Действительно, День Финансиста праздноваться 8 сентября уже 19 раз. Действительно, важный профессиональный праздник, день, когда мы можем отчетовывать и наших великих предшественников, и желать здоровья и самые лучшие пожелания передавать тем, кто выбрал эту профессию. Особое пожелание студентов финансового университета, первокурсникам и тем, кто уже учится первокурсникам, удачно сдать первую сессию, это самое важное, втянуться в эту профессию, и осваивать те знания, которые необходимы для того, чтобы стать полноценным, ответственным, профессиональным финансистом. Для нашей страны это очень важная профессия. ПЕСНЯ 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 С будущим финансистом, но в первую очередь с праздником, и нам очень приятно, что такая честь выпала нам поздравить вместе с нашими коллегами. Я думаю, что для ребят это большой опыт и большая радость, и я надеюсь, что в следующий раз, а в следующий раз непременно случится, и мы все так же приедем к вам еще более расширенным составом, и вас мы всегда рады видеть на спектаклях вот этих самых ребят, которые сегодня исполняли. Ну, во-первых, я хочу от всей души еще раз поздравить и студентов, и преподавателей, и сотрудников нашего вуза с сегодняшним замечательным праздником, с Днем финансиста. Это действительно достойная профессия, которую выбрали многие наши студенты, которым служат многие наши преподаватели, поэтому здоровья, терпения, успехов, сбычи мечт и творческих совершений. И отдельно хочу сказать спасибо нашим коллегам и партнерам, Эдита Анатольевна, вам и коллективу трех ведущих вузов нашей страны, которые готовят специалистов в сфере культуры. Это, конечно же, ГИТИСу, ВГИКу и Академии Нигнесиных. Сегодня такой первый у нас совместный замечательный концерт, который вы для нас подготовили. Вы видели, как тепло принимают наши преподаватели и студенты, ваших студентов. Я думаю, что сегодняшний день – это начало новой творческой дружбы между нашими вузами. Всегда рады видеть вас на наших площадках и готовы показать и свое искусство на вашем. Будем рады. На День театра мы вас ждем.